Здравствуй, четвероклассник! Приветствую тебя на первом уроке естествознания. И тема его «Я исследователь». Сегодня ты узнаешь, как проводить исследование, в какой форме можно провести результаты исследований. Давай подумаем, кто такие исследователи? Что такое исследование? Что значит проводить исследование? А ты хочешь побывать в роли исследователя? Мы попробуем научиться исследовать вместе, а затем ты проведешь свое собственное исследование. А для начала вспомни, какое открытие ты сделал летом. Это могут быть не только проведенные тобой эксперименты и наблюдения, но и поездки в новые места, путешествия, новые прочитанные книги, действия, в результате которых ты научился что-то делать. Кататься на велосипеде, плавать и так далее. Итак, исследование – это научное изучение какого-либо явления. Первые исследователи появились еще в древнем мире. В то время количество неизведанных объектов было очень большим. Первыми исследователями являлись философы и религиозные деятели. Как правило, они изучали не какую-то отдельную область науки, а сразу несколько. Например, древние египетские жрецы занимались одновременно астрономией, математикой, медициной. Особенно много великих ученых появилось в Древней Греции. Их имена – Сократ, Архимед, Аристотель, Платон, Пифагор, Гиппократ – известны до сих пор. Всем известно, что новые знания можно получать от других в готовом виде, а можно добывать самостоятельно. Для того, чтобы научиться их добывать, надо овладеть техникой исследовательского поиска. В помощники можешь взять взрослых, старшего брата или сестру, маму и папу, бабушку и дедушку. Они с удовольствием помогут тебе освоить приемы исследовательской деятельности. Помогать в работе на уроке нам будет учебник. Рассмотрите его. Посмотри внимательно. Перед тобой девять карточек, на которых изображены самые великие открытия человечества. Огонь, колесо, письменность, бумага, порох, оружие, телефон, интернет и антибиотики. Подумай, какие из них по мере их значения для человека самые важные. Найдите информацию об открытии, которые вы считаете наиболее важным. Вы можете использовать любые источники информации. Справочники, энциклопедии, интернет. Как начинается исследование? Поможет нам ответить на этот вопрос учебник на странице 7 и 8. У Нигеша в чашку чая попало сливочное масло. Оно растаяло и плавало на поверхности чая. Нигеш удивился и заинтересовался. А есть ли еще вещества, кроме масла, которые не смешиваются с водой? А Эврика много знает о воздухе. Она читала, что воздух имеет вес. И решила проверить это экспериментальным путем. Подумайте, что подтолкнуло на проведение исследования ребят Нигеша и Эврику? Нигеша подтолкнула случайность. А Эврика запланировала исследование специально. Предлагаю изучить этапы их исследования. Как пришли к тому, что необходимо проводить исследование? Предлагаю тебе провести два исследования самостоятельно, используя ресурсы и инструкции по их проведению. Первое исследование. Второе исследование. Какие методы исследований ты использовал? Первое. Эксперимент. Потому что для этого исследования эксперимент дает возможность создать специальные условия. Перемешивание жидких веществ с водой. Выдувание шаров. Лопание. Второе. Наблюдение. Наблюдали смешивание жидкостей в стакане. И третье. Измерение. Взвешивали шары самодельными весами. Вначале они были в равновесии. Потом та сторона, где остался шар с воздухом, перевесила. Теперь собранные сведения нам надо проанализировать, обобщить и зафиксировать. Чтобы зафиксировать результаты исследования, Нигеш и Эврика сделали кластер и написали письменный отчет. Какие еще виды регистрации результатов ты знаешь? Правильно. Таблица, модель, чертеж, диаграмма, рисунок и другое. В 1941 году швейцарский изобретатель Жорж де Местраль выгуливал свою собаку. Когда они вернулись домой, оказалось, что пальто у Жоржа, как и шерсть собаки, были покрыты репейником. Рассмотрев репейник под микроскопом, Жорж увидел крючочки, которыми растение прикреплялось к шерсти собаки только что не намертво. Он сам смастерил две ленты с такими же мелкими крючочками, которые цеплялись бы друг за друга. И получилась альтернативная застежка. Вот мы и познакомились с примером исследовательской работы. Теперь нам предстоит долгий, но увлекательный путь исследований и открытий. В учебнике на странице 7 и 8 прочитать информацию. В рабочей тетради создать кластер на тему «Как делаются открытия». Для этого нам понадобятся слова для справок. Открытие, исследование, цель исследования, случай, размышления, вопросы, гипотеза, план, наблюдение, эксперимент. Настоящий исследователь преодолеет любые препятствия на своем пути. Самое главное, ты должен верить, что достигнешь наметящей цели. Стремись к ней, невзирая на трудности. Верь в себя, в то, что ты настоящий исследователь. Удачи тебе, юный исследователь! Субтитры создавал DimaTorzok